Вы смотрите аналитическую программу Postscriptum в студии Алексей Пушков. На этой неделе глава МИД России Сергей Лавров нанёс визиты в Египет и Алжир. Интерес к происходящему в этих странах, особенно в Египте, в условиях продолжающейся волны народных выступлений в арабском мире, сейчас очень высок. С министром Северной Африки побывал наш специальный корреспондент Рамиль Гатаулин. Эти события теперь называют восстанием пирамид, а также курортные или финиковые революции. Так выглядел Каир совсем недавно. А вот как выглядит египетская столица сегодня. В центре площади Тахрир, где пару недель назад бушевала толпа, теперь только этот одинокий араб. Буквально в десятки метров от него люди иногда всё ещё скандируют лозунги, похожие на «Эль Пуэбла Унида», только на арабский манер. Говорят, здесь, на Ближнем Востоке, сработал принцип домино. Мол, все режимы повалились как костяшки. Стоило только слегка толкнуть. Но кто же толкнул первую костяшку? Полагать, что произошедшее в Тунисе, в Египте, происходящее сейчас в арабских странах, случилось само по себе, спонтанно, было бы наивным. Есть интернет, сеть Фейсбук, есть влияние ряда телевизионных каналов, как, например, «Эль Джазира», «Франц-24». Люди были подготовлены. Достаточно было искры, чтобы начался пожар. Так произошло в Тунисе, так произошло в Египте, так происходит сегодня в Йемене, так, вероятно, произойдёт в Сирии. То есть условия существуют для возмущения, но не для революции. В Алжире власти сумели справиться с революционной ситуацией, потому что массы не поддержали оппозицию. Алжирцы только что пережили десятилетия полной терроризма. Мы не хотим вернуться во времена насилия. Вторая причина. Власти Алжира практически раздавали деньги на улицах. Всего около 10-15 миллиардов долларов. Эти деньги компенсировали рост цен на продукты. Кроме того, безработным и тем, кто хочет начать собственное дело, начали выдавать банковские займы. То есть власти предоставляют значительную поддержку населению. Поэтому ситуация в Алжире достаточно спокойна сегодня. А что будет завтра, кто может знать. То, что сейчас происходит в Египте, очень напоминает нашу перестройку. Много эмоций, неоправданных ожиданий и наивная вера в то, что теперь уж точно жизнь наладится. Люди, прежде всего, рассчитывают, что они будут играть большую роль в политической жизни страны. Это уже сказалось, в частности, на участии людей в референдуме по изменению, по внесению поправок в Конституцию. Впервые, может быть, в истории Египта на выборы пришло столько людей. Было порядка больше 40%. Обычно эта цифра не превышает 10-20%. Поправки в Конституцию сокращают президентский срок с 6 до 4 лет. И вводят ограничения. Отныне можно избираться на эту должность не более двух раз. На одном из участков произошел примечательный инцидент с участием бывшего главы МАГАТЭ Мухаммедом Аль-Бородеи. Еще в конце января, прибыв в Каир, Бородеи заявил, что готов возглавить страну, если его об этом попросят улицы. Тогда улицы промолчали, а теперь дали ответ. Когда Аль-Бородея приехал на избирательный участок, толпа забросала его камнями. Говорят, это были сторонники движения братьев-мусульман, набирающих силу в Египте. Под их воздействием может измениться не только внутренняя жизнь страны, но и внешняя политика Египта. Они считают, что Египет должен более самостоятельную политику проводить в регионе. Особенно в том, что касается палестинно-израильского урегулирования. То есть оказывать большую поддержку палестинцам. По мнению братьев-мусульман, предыдущее правительство, оно всё-таки больше слушалось Вашингтона. И несамостоятельно, это была несамостоятельная политика. Незадолго до Сергея Лаврова Каир посетила госсекретарь США Хиллари Клинтон. К ней на приём в американское посольство пригласили политиков новые волны. Однако примечательно, что представители революционной молодёжи, многие из которых, кстати, учились в США, отказались встречаться с нею. Эта колючая проволока, спрятанная с бетонным ограждением, сегодня единственное, что напоминает о недавних событиях в Египте. Из центра Каира уже вывели всю бронетехнику, хотя по ночам всё ещё действует комендантский час. Так называемая финиковая революция словно распахнула невидимые шлюзы. И теперь в этом некогда спокойном городе что-нибудь да происходит ежедневно. То манифестации, то акции протеста, то митинг в поддержку. Вчера здесь поддерживали ливийских постанцев. Сегодня уже кричат, что Каддафи молодец. Война в Ливии стала главной темой переговоров российского министра иностранных дел России с главой Лиги Арабских государств и премьер-министром Египта. А после переговоров в Каире глава российского МИДа отправился в Алжир. Полёт занял вместо трёх пять часов. Из-за того, что пришлось облетать над Средиземным морем ливийскую территорию, ныне закрытую для всех, кроме военных самолётов НАТО. Мы поддержали саму идею объявления бесполётных зон. Другое дело, что те, кто отвечает за её реализацию, должны в полной мере ощущать и реализовывать свою ответственность. Цель заключается исключительно в том, чтобы защищать гражданское население. Поэтому, какими бы ни были безразмерными полномочиями, которыми Совет Безопасности наделил соответствующие государства, эти полномочия должны употребляться с единственной целью – не допускать жертв среди мирного населения. И более ни для какой другой цели. Я присоединяюсь к мнению моего влиятельного коллеги, представителя страны, который является влиятельным членом Совета Безопасности ООН. Мы надеемся, что будет произведён объективный анализ тех условий, на которых выполняется резолюция 1973, и проверим, не сменились ли основные цели по ходу выполнения резолюции. Ведь, по данным некоторых наблюдателей, существует не только гуманитарная цель – защита гражданского населения, но и политические цели. Любопытно, что на итоговой пресс-конференции, помимо арабских и российских каналов, были и сотрудники китайского информационного агентства Синьхуа. На вопрос, что заинтересовало далёкий Китай в российско-алжирской встрече, наши коллеги отвечать не захотели. Рамиль Гатаулин, Максим Победушкин, аналитическая программа по скриптум «Египет. Алжир». Продолжение следует...